Депутаты Государственной Думы Российской Федерации сегодня на пленарном заседании утвердили федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики. За соответствующее решение единогласно проголосовали 413 депутатов. Законом определено, что Луганская Народная Республика принимается в Российскую Федерацию в статусе республики. При этом наименование нового субъекта Российской Федерации подлежит включению в Конституцию РФ. Граница Луганской Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей Российской Федерации. Также законом установлено, что со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и до 1 января 2026 года действует переходной период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции нового субъекта в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ. ГУП ЛНР, Республиканская сетевая компания Красноужский РЭС, информирует о временном отключении электроэнергии. В городе Красный Луч 4 октября с 8.00 до 5.00 вечера в связи с обрезкой веток деревьев будет отсутствовать электроэнергия по улицам Шевченко, дома 19, 29, 34, улица Павловская, дом 39, Маледовского, дома 19, 21. Государственное унитарное предприятие «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» 4 октября приостановит телевизионное и радиовещание в Республике в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР. В сообщении говорится, что эфирное телевизионное и радиовещание на всей территории ЛНР будет отсутствовать с 5.00 до 14.00. Автомобили юбилейного 200-го конвоя МЧС России доставили в Луганск продукты питания. Об этом говорится на сайте лиц. 2 октября 16 автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу ЛНР. Нынешний конвой российских спасателей доставил продукты питания. Это сахар, растительное масло и муку. В администрации Красного Луча состоялось торжественное награждение ко дню архитектора, которое отмечается сегодня. Об этом говорится на официальном сайте администрации. Грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР отмечен начальник отдела строительства и архитектуры управления строительства, архитектуры и земельных отношений городской администрации Дмитрий Круглов. Награду он получил за добросовестный труд, творческий подход в реализации поставленных целей и задач, значительный личный вклад в развитие республики, а также связи с профессиональным праздником. Подведены итоги международной акции «Читаем молодую гвардию вместе», посвященной 80-летию образования подпольной антифашистской организации, говорится на сайте администрации. Мероприятие было организовано с целью привлечения граждан к чтению исторического романа Александра Фадеева «Развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну и ее народ». В акции приняли участие красноучане, 87 обучающихся, 14 учителей и 22 воспитателя, а также школьники и педагоги образовательных организаций Ярославской области Российской Федерации. Для участия было необходимо сделать видеозапись, чтение фрагмента произведения «Молодая гвардия». Все видео участников международной акции размещены в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Методический кабинет» госучреждений ЛНР – Центр по методическому, финансовому и хозяйственному обслуживанию образовательных организаций города Красновуч. 30 сентября Вахрушевский дворец культуры отметил юбилей. Ему исполнилось 65 лет у каждого жителя города. С этим учреждением культуры связаны свои воспоминания. Здесь работают кружки хореографии, театральная студия, вокал, проводятся концерты, дискотеки. На сцене ДК выпускники школы торжественно получают аттестаты об образовании. Перед праздничной концертной программой в холле была представлена выставка творческих работ юных дарований. Для зрителей выступали творческие коллективы Дворца культуры Вахрушева. Со своей концертной программой поздравить юбиляров приехали артисты Луганской академической филармонии. Праздник проходил в дружеской атмосфере. Зрители благодарили артистов бурными аплодисментами. Об этом сообщает сайт городской администрации. Три малыша родились в Красном Луче на прошедшей неделе. Об этом сообщает сайт администрации с ссылкой на главного врача перинатального центра Наталью Шутенко. С 26 сентября под 2 октября в Красном Луче родились один мальчик и две девочки. Максимальный вес новорожденного состоял 3 килограмма 400 грамм, минимальный 2 килограмма 440 грамм. Всего с начала статистического 2022 года в Красном Луче появились на свет 249 малышей. Ежегодно 3 октября во многих странах мира государственные и общественные организации проводят мероприятия и акции в честь Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Эта дата не считается официальной, потому что не была учреждена ни одной из международных организаций. 3 октября медики и социальные работники призывают людей обратить внимание на проблемы алкоголизма и его последствия. Алкоголь – это проблема ни одного человека. Он разрушает взаимоотношения в семье, в трудовом коллективе и в обществе. Употреблять спиртные напитки или нет – это свободный выбор каждого. Но стоит знать о последствиях. Злоупотребление алкоголем является болезнью, которую тяжело излечить. Успех в ее преодолевании возможен только при условии медицинского вмешательства, страдающего зависимостью, а также при поддержке со стороны родных и близких. По статистике, каждая четвертая смерть прямо или косвенно связана с горячительными напитками. Из-за алкогольной зависимости 50 тысяч детей ежегодно рождаются с расстройствами, чаще всего психическими. Более 50% разводов происходит из-за алкогольной зависимости одного из супругов. Свыше 35% преступлений совершаются в состоянии белой горячки, которая развивается под влиянием длительного злоупотребления спиртными напитками. Несмотря на все эти факты, борьба с пьянством осложняется нежеланием многих людей видеть проблему в алкогольной зависимости. Не только сами пьющие, но также их родственники зачастую не считают болезнью алкоголизм на его ранних стадиях, а относят его к проявлению человеческой слабости. Новости телеканала «Луч». О проблеме алкоголизма, последствиях и причинах пагубной привычки подробнее узнать из программы «Спросим у доктора». Смотрите ее сегодня, «Всемерный день трезвости и борьбы с алкоголизмом», сразу же после 19-ти часового выпуска новостей и прогноза погоды, и завтра в утреннем повторе после 9-ти часового выпуска. Этой информацией завершаю сегодняшний выпуск. Мирного всем неба, только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин